прикупила себе с алиэкспресса вот такой вот паяльник поджало т 900 серии регулировка мощности встроенная в ручку питается от сети 220 вольт достаточно оказался удобный паяльник этот его конструктивное устройство плата керамический управление керамический нагреватель жк дисплей чик вся фигня все удобно компонована скомпонована но единственное что нету подсветки дисплея но подсветка дисплея в принципе когда работаешь с нормальным освещением здесь и не нужно фотографии платы ну и немножечко видео которое будет повествовать о данном паяльнике как-то так привет всем заказал с китая такой паяльник я его уже успел разобрать жало здесь действительно у него керамическая паяльник на напряжение 220 вольт интересно что нет гасящего конденсатора но скорее всего это наверное вот этот конденсатор вот этот гасящий выполнен значит односторонний печатный монтаж дата изготовления указана смысл в том чтобы короче смысл из-за чего разобрал заменить хочу вот этот жесткий кабель 0,75 квадратных миллиметра судя по маркировке хочу заменить на более мягкий 2 на 0,75 так составные части такие же как и у обычной китайской станции паяльной только вот этот гильза не вытаскивается она видать здесь впрессована да ладно не столь страшно жало стандартное т 900 хк вернее его аналог китайский закручивающаяся гильза с вентиляционными отверстиями резинка ну и ручка ручка значит разбирается следующим образом снимается эта гайка с втулкой снимается вот этот этикетка стеклышко защитная пластиковая она на липком двухстороннем скотче откручивается два самореза и крышка у нас вернее ручка у нас просто располовинивается вот таким вот образом кнопки резиновые с графитовым напылением как в пультах для телевизоров там для магнитофонов хвостовик ну и тут вот дисплейчик дисплейчик с двух сторон на него поступает информация вот его дорожки с одной стороны с другой стороны здесь вот я вижу стабилитрон на 5 и 6 вольт попытаюсь сделать подсветку для дисплея потому что подсветки здесь нету без подсветки немножко не комфортно вообще без индикации жало керамическое это видно по наконечнику видно по сердцевине что там как бы напыление внутри ну не знает если чего жало и даже не знаете такое брать ну в общем коротко а ну семистор стоит здесь bt 106 365 или 165 а 365 тублин 136 bt 136s микросхема микросхема не знаю что это за микросхема такая хитрая ну вот ее маркировка может кому интересно будет вот ее маркировка такая вот незамысловатая микросхема вообще схема достаточно простецкая я бы сказал судя по всему в нагревательном элементе встроена термодатчик и все это типа как жалах т12 наверное управляется потому что не вижу я здесь еще двух выводов которые идут отдельно от термодатчика сразу просто тут два вывода ну вот как то так вот так